Боюсь, что я даже повторюсь немножко за предыдущие мероприятия. Я напомню, курс на реформы, взятые в нашей стране в 90-е годы, предусматривал в качестве важного элемента опору на привлечение иностранных инвестиций в производящие отрасли. Причем предполагалось, что они выведут отечественное производство на мировой уровень качества и конкурентоспособности. С тем, чтобы они, а не садевые отрасли, зарабатывали для страны в один. Я хорошо помню, идея была такая, она до сих пор повторяется. За 30 лет реформ эта задача не была выполнена. Те, некоторое количество привлеченных иностранных инвестиций, в частности их привлекает, ориентированы в основном не на производство. Во-вторых, исключительно на эксплуатацию внутреннего российского рынка. То есть, в конечном итоге, на вывоз из страны в качестве прибыли той самой валюты, которая зарабатывается отечественными, в основном сырьевыми отраслями. Если концепция не работает, она должна была бы быть отвергнута уже давно. Но по причинам неэкономического свойства она до сих пор в ходу. Но вообще-то говорится, что если ты заметил, что сидишь на дохлой лошади, то слезь с нее. И, в общем-то, не важно, от чего она сдохла. То есть, сейчас уже всем очевидно, что основные источники инвестиций у нас внутренние. Но беда только в том, что источники эти вроде бы задействованы бюджетом, а лишних средств в бюджете нет. Тем не менее, они все-таки есть. Возможно, даже финансирование, как оказалось, вне бюджетных трат. Вот, например, недавно в послании президента были объявлены экстраординарные меры социальной поддержки. И, вы знаете, финансовые ресурсы для этого обнаружились. Какие основные направления и возможности? Во-первых, то есть, речь идет о том, где брать деньги для инвестиций. Во-первых, возможно маневрить бюджетными средствами на разных уровнях. О чем идет речь? То есть, сейчас принята вот такая тактика прямых инвестиций. Просто берутся из бюджета деньги и инвестируют. Ну, вот тем же самым фондом прямых инвестиций и еще там некой организацией. Но ведь возможен другой способ. То есть, снижение налоговой нагрузки на предприятия. Чтобы предприятия сами распоряжались этими средствами в инвестиционных целях. Да, есть такая опасность, что будет не целевое использование. Ну, вот этот вопрос просто надо решить. То есть, одновременно со снижением налоговой нагрузки заключать инвестиционные контракты между предприятием и соответствующими инвестиционными органами. Вот они у нас кое-где, даже сказать, напечатаны, что это за органы. Доступ к заемным средствам. Ну, тут уже говорилось раньше, что наша банковская система подобна вот тому телефону, который сделал старик Катапыч из самого лучшего мрамора. Он очень красивый, но только он не работает. Вот наша банковская система в инвестиционном плане, она именно такая. Почему? В уставе написано, что возникать прибыль. Нет, к сожалению, сейчас ни одного производства, которое вот сразу бы давало процент прибыли соответствующий заемному проценту. Просто его какого-то в природе не существует. То есть, необходимо саму всю эту систему реформировать. И банки должны выступать в качестве соинвестора. Это, в общем, очевидно. Ну, и такой вот частный момент. У нас тут говорилось о том, что необходима система протекционирования. Главным образом, в таком разрезе, то есть, вот берется такая функция протекционистских пошлин, как защита своего производителя. Но ведь у этих пошлин, повышенных пошлин, есть еще и фискальная функция. То есть, собственно, получение денег. И мы это уже проходили. В 90-е годы XIX века, когда вот знаменитый таможенный тариф, разработанный, в частности, Менделеевым, был внедрён. Оказалось, что таможенные сборы выросли, они уменьшились. Так предполагалось. Так вот, это, опять-таки, дополнительные деньги. И вполне возможно, что такая ситуация возможна и сейчас. Ну, тем не менее, мы подходим к одному, самому, наверное, существующему моменту. Вот Оксана Георгиевна сказала совершенно верно, что распечатывать купышку к рублевую, это совершенно то же самое, что просто производитель вищи. Никакой разницы нет. С валютной купышкой немножко другая ситуация. Мы, как бы сказать, не можем имитировать валюту. Так вот, дело-то в том, что все вот эти 30 лет наши, в основном, у нас идёт от топ-капитала. Десятки миллиардов долларов. И, по большому счёту, у нас других ресурсов для инвестиций нет. Вот этот вопрос обязательно должен быть решён, и, так сказать, этот ресурс придётся использовать. Ну, главная проблема при реализации протекционизма – это то, что при этом растут цены, к сожалению, для потребителей. Это политическая проблема, но я надеюсь, что в современных политических условиях наши граждане поймут, что нам необходимо иметь собственное производство, иначе нас съедят. Спасибо за внимание.